ну ну это подселение дословно детерминирует шарпти это энергия неизменная какая-то нет энергия да ладно а веша как авеста аватара это как бы воплощение мои бы уши сбежали если бы не были в капюшоне наверное такого ареста там вообще ни при чем я уже шутил ну почему а веша нет 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 все 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 не сроками шаг тебя вешай аватару кто основал индуизм в ясадева как его звали да я придумаю просто не помню на букву д друбхат двойнпаяна междухостровной дословно а почему так ты помнишь нет не помню наверное из-за того что он соединил каких-то там два ни хрена была одна красивая перевозчица к ней в лодку как-то сел один мудрец который долгое время медитировал и понял что его семени завелась какая-то личность и что если он это семя не выкинет то его тело может сгореть он сразу с этим делом пришел к перевозчице перевозчица ему еще такая говорить но что типа она еще там девственница ее никто замуж не примет а он говорит да неважно что он ей так сделает что как бы никто потом не определит и в общем он ее оплодотворил и через пару часов родился двойнпаяна каких пару часов пару часов к тексту вот какое-то такое семя у того мудреца было или это мудрец супер классный технарь типа практик ну шось такое и больше того когда двойнпаяна родился он родился в лодке между двумя островами он не только очень быстро вырос но он еще одарил мистическими способностями свою мать одарил мистическими способностями кого свою мать а допустим чей женой это самое говоришь шукра с макошью рождал кого-то ну я так понял ситуацию ну что у тебя за извращенное понимание да нет просто я не знаю чего ждать этой истории ну то есть там такие вещи происходят что кстати никакой мерзости там не происходит все происходит разумно и так как нужно то есть она стала женой того царя который позднее родил ну вернее у него сначала был сына потом он родил еще двух сыновей те два сына были ничтожными и от них произошли в конце концу халитараштра панду и ведура и началась история махабхарата а хорошо а какие книги написал двойнпаяна четыре книги больше как просто махабхарата если честно то он шесть книг написал сначала написал пять лет но одну он такую написал что сам ее уничтожил и позднее как компенсацию ею написал махабхарата рамаян нет рамаяна ее автор велмак мы уже определили еще написал четыре венда и махабхарата название четырех лет упанишал чего да я знаю название четырех лет на букву р что ты помнишь рамаяна нет ригведа ригведа какая у нее есть уповеда уповеда ну да 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 шастра не может быть ведой ты не путай есть веды есть уповеды есть и техасы есть ораньяки есть упанишады есть шастры все это разные литературные жанры конечно как можно было это все спутать никак принципе и так очень известная вот я скажу как она называется тебе потом стыд сожрет просто что ты не сказал ну давай я готов к пожирать а может подумаешь беда да 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 и уповеда да аюрведу слышал аюрведа ну да какие есть еще три настоящих лета и какие у них есть уповеды на букву с садданья саддья сутта хари кришна хари кришна 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 хари хари и яда яда хитхармаси агланир бхавати бхарата апхиудханам адхармаси это датванам сраджами хамбаритрана садхунавинна шая чадушхритам дхармасам стапанар тхасам бхавами юге юге что означает данная фраза прославление кого три мутри я сейчас умру просто нет не нужно нет пока нет кто такие джайны джайн гандхармы не знаю гандхармы не знаю гандхармы как они известны в греческой мифологии титан очень похожее название гандхарма и титан а кто еще там был ну были например циклопы а были например старуки были например кентавры были например сатиры были например нимфы еще куча всяких было итак гандхармы это вот гандхармы ну да лингвистические познания применил а кто такой ометеот а это как что это гандхармы гандхармы а а как это лингвистические средства хандарва визический корень позднее в индии Хандарова превратилась в Гангхарова, а в Греции в Кентавра. Древневедический корень Хандарова. Кто такой Ометеотли? Не знаю. Кто такой Ометекутли? Не знаю. Тискотлипока. Тискотлипока. Не понял. Уйцелопочтли. Что? О, что? Кицелькатли. Это стребок. Тлавок. Сад. Веракоча. Не знаю. Пачамаму. Не знаю. Пачакути. Не знаю. Плохо. Зачем такие разные языки? Надо. Не надо. Не бернетчер. Кто это? Не знаю. Ну, можешь не продолжать. Я знаю, только помню этого. А, кстати, я тебе говорил. Я тебе уже этот вопрос задавал, а потом сказал, кто это. Ну, как? Я не могу их запомнить. Нужно. Какие-то слоги. Мне тяжело запомнить более-менее наши слова. Не бернетчер. Не бернетчер. Не бернетчер. Не знаю. Это какой-то нетчер из Нибиры. Кошмар. Это в переводе с египетского царь богов. Ага. Ну, это Всевышний тогда. Да. Кто такой Нетернисует? Солнце был. Кто такой Ангран и Мраучан? Кто этот? Кто был? Да, это Нетернисует. Один из пяти товара. Кто такой Ангран и Мраучан? Что такое Тенгри? Вчера мы об этом говорили. Тенгри? Тенгри. Говорили Тенгри. Я еще переспрашивал. Тенгри. Тенгри, Тенгри, Тенгри. Кто такие Тенгри? Тенгри. Тенгри. Все. Я пойду, хай меня прийме Дана. Нет. Нема. Я пойду втянутись в покаянных святах. Нельзя это делать. Периодично. Смотри, у тебя есть возможность изучать ведические знания. Если ты ввиду злого умысла или невежества решишь в этой жизни помирить, то боги очень будут недовольны и дадут тебя псоглаву на долгие процедуры. Ну, там и не место. Нет, тебе место здесь. С такой памятью. Память нужно и можно развивать. Просто нужно определить, что тебе мешает. Легче в потале. В потале совсем не легко быть, там мучаются постоянно. Ну, и до этого можно привыкнуть. Нет. Там так это все прообретено, чтобы не давать возможность привыкнуть. Ну, когда же же псоглаву набридне придумывать новые и новые акции. Смотри, за всю историю своей деятельности псоглав столько придумал разных функций. И понятно же, что он не будет для тебя придумывать что-то новое. Он может использовать одну из тех придумок, которые он придумал еще для кого-то, кто помер во время Можебожной войны. Поэтому лучше не попадаться туда. Лучше вспоминать. Лучше, допустим, вот когда мы вчера разбирали тенгрянство, что тебе мешало запомнить? Вспоминаем вчерашний день. Я был сконцентрован. У меня нет такого, что я думаю про что-то там. Ну, честно, я не знаю. Мне это интересно. Но я не запоминал все. Требо. Ну, требо. Требо вы, значит, и что заважает. Да ничего не заважает. Не верю, неправда. Ты сейчас и себе, и мне обманываешь. Возможно, ты это не берешь в расчет. Но что-то, то есть, где-то в сознании что-то переклинивает. Может быть, сейчас ты все-все-все-все-все, а потом выходишь и, допустим, думаешь там о работе или еще о чем. И это перебиваешь. То есть, где-то есть вот этот нюанс. И вот этот нюанс нужно выбрать. Поймать и ликвидировать. Какая-то такая ситуация. Что-то есть, что перебивает. 100%. Ну, иначе не может быть. Иначе ты выполнил. Ты же не склеротик. Ну, смотри, я не знаю, кроме тебя, таких людей, которые запоминуют все. Диалог пришел, и все. Да я совсем не все запоминаю. Я все, что мне не надо, вообще забываю. Ну, я понимаю. Я забываю, вообще, даже иногда, с кем я встречался, с кем я общался и о чем мы говорили. И даже сколько там человек было. Ну, вот вчера я приходил к одним эзотерикам. Они вообще сначала перелекались, как меня побачили. Не знаю, что за неведомая зверюшка до них пришла. Ну, в общем, я их там помучил, чтобы они свое духовное сознание нашли все-таки. А потом один из них ко мне перезванивал, и я поймал себя на мысли, что этого человека я вообще забыл. Потому что он там на встрече эзотерика был очень пассивный, очень такой дохлый. Я ничего не делал, я просто его как бы как мусор из памяти выкинул. А потом говорю, да, ты там был. Ну, может, и был. Причем, что прошло несколько часов. Я отследил и очень хорошо запомнил, как реагировал, допустим, на меня начальник тех эзотериков. Я очень хорошо запомнил все, что говорила там одна эзотеричка. Запомнил, как себя вела там еще одна личность. Запомнил действия там еще одного эзотерика. Их имена запомнил. А те, кто не нужны были, как-то так они вылетели. И через пару часов человек мне звонит и говорит, да я тебя не знаю, я тебя не видел. Хотя я понимаю, что он там был, просто я его пропустил. Потому что мое сознание настроено на то, чтобы все неважное, ненужное выкидывать. И ты можешь настроить свое сознание, просто там нужно ковыряться. Допустим, ты же с желаниями ковыряешься или нет? Ну, конечно. Так я и с сознанием ковыряюсь. Ну, так почему же ты с памятью не поковыряешься? Почему ты не настроишь? Ну, не знаю. Ну, вот я считаю, вот как бы, ну, когда я, не знаю, просто там с обычными людьми общаюсь. Я наоборот считаю, что у меня очень хорошая память. То есть, я вот говорю, нет, так ты же говорил, вот, и как бы цитируй делок и так дальше. То есть, ну, как бы на посредственном уровне у меня наоборот очень хорошая память. То есть, как бы, ну, всегда... Ну, я вчера вспоминал, кстати, относительно того, что я говорил о некоторых привязках животных к сварге. Так что, кое-что ты помнишь все-таки. Ты, надеюсь, не забыл это еще? Спасибо. Что? Нет, ну ты так сказал, да, кое-что ты помнишь. Ну, ну, как бы, ну, да, кое-что помню. Так, а я об этом и говорю. Ну, просто вот это не запомнил, как бы, тем... Вот я уже забыл, как оно называется. Тем-гри или тем-при или... Просто, не знаю, когда что-то вот чуть-чуть, оно легко. А когда у меня под этим все, вот, я этимологию знаю, там так дальше, так дальше, и все, все комплексно, тогда я запоминаю. Ну, это нормально, но я раз пройду, проскочу, а потом это у меня уже... А, да, что-то это слышал, и когда у меня... А, не знаю, а попытаться установить какие-то ассоциативные композиции ты не пытался? Ну, вот, ты вообще знаешь, как это делается, или нет? Ассоциативные композиции? Ну, да, какой-то подстраивать образ. Сейчас вот это... Или даже не это. Даже, допустим, смотришь на край стола. Смотришь на край стола, смотришь, смотришь, и говоришь тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри-тенгри. Или не знаю, какая-то там надежда, какая-то неровность, еще что-то там, и чтобы это служило напоминанием тебе. Ты вообще пытался так действовать? Нет, так и не пытался. А если попытаться? Не знаю, мне не очень нравится. Нет, ну а что не нравится, это один из методов. Да, ну тебе это неудобно, я понимаю. Что мне неудобно? Ну вот, когда я прочитаю там два раза, я уже типа... А три, ну вообще... Ну а давай все-таки попытаемся провести апгрейд запоминания. Что ты будешь привязывать какую-то мысль к предметам теми или иными. Вплоть до того, что можно даже будильник создавать. То есть? Смотри, то есть ты можешь, допустим, ложась спать, взять какой-то предмет, на нем сконцентрироваться и установить мысль, что тебе нужно проснуться в такой-то час. И ты проснешься... И этот предмет меня разбудит? Сам предмет тебя не разбудит, но этот предмет будет как бы точкой концентрации внимания. Вообще это работает не предмет, это работает твое сознание, что ты даешь установку телу проснуться тогда-то. Но поскольку так это тяжело сделать, поскольку ты еще мозг не настроил, то нужен предмет. И ты смотря на предмет, допустим, проснуться востолько-то, проснуться, 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 мысль эту как бы впечатываешь. На самом деле ты никак не в предмет впечатываешь, ты ее там детальнее формируешь. И позднее она срабатывает. Поэкспериментируешь? Не исключено. Почему не исключено? Почему бы не поэкспериментировать? Ведь это нужно. Ну не знаю, странная какая-то вещь. Ну что странная? Ну хорошо, поэкспериментирую. Ну почему, ну хорошо, мне не подходит такой вариант, что ну хорошо. Давай разберемся все-таки с пониманием этого ситуации. Смотри, я предлагаю те или иные, это пока тебе только такие самые простые и самые примитивные штуки. Есть много разных других штук, но надо, чтобы как-то ты имел хоть какой-то опыт в этом направлении. И я же это не говорю, там что-то плохое сделай, отрежь себе руку. Да, я знаю. Я тебе это... Я не знаю, почему я так ответил, извини. Нет, а почему вы... Нет, мне не подходит, извини. Давай разберем, почему ты так ответил. Ну потому что мне этот метод как бы показался, ну... Каким? Ну, нудным. Ну и что, что нудным? Ну не знаю, и вот у меня так как бы, ну... А что такое нудный? Я не знаю, есть методы работающие, есть не работающие. Понимаю. Есть методы приносящие пользу, есть методы приносящие вред. А что такое нудный метод? Понимаешь, просто я видно еще нахожусь на том уровне восприятия сознания, где для меня важно не только то, что нужно и то, что не нужно, что приносит пользу и то, что не приносит пользу, а и то, что как бы вот чисто... по вкусу сходится. Но вкуса же не существует. Ну да. Ну вот. Ну так что же? Ну так что... Ну такое вот я создание. То ты создание Всевышнего, ты искра Всевышнего. Ну да. И не надо себе никакие штуки вот эти придумывать. Ну вкуса же нету, ты же это понимаешь. Понимаю. Ну как нет, есть, но он иллюзорный. Ну да. Конечно. Ну так и что дальше? То есть это просто, ну можно это ощущать, не ощущать, но этого на самом деле нету. Ну все равно, получается, что я с чем-то в конфликт вступаю, если я вот это полезно, или вот это какая разница, что нравится, что не нравится. А может тогда разобрать вообще само понятие нравится? Из чего сформировалось твое представление относительно того, что нравится и что не нравится? Ну из общественного воспитателя. А нафиг оно тебе надо? И эгрегориально. А зачем оно тебе надо? Ты что, свалка, чтобы в своем сознании носить дерьмо целого человечества? Почему бы не разобраться, что именно нравится, то есть по нраву соответствует тебе? Почему бы не разобраться, что именно приятно, то есть приемлемо тебе, исходя из твоих планов на развитие, исходя из твоей жизни? Зачем пользоваться какими-то общественными глюками? Что скажешь? Согласен. И более того, я в диалогах с другими людьми использую похожую полемику. Это как там в Киеве одна учит некоторых не пить, а потом мне говорит, ну давай выпьем, давай там это. Есть такое. Так что? Будешь обгрейтить сознание? Ну, а куда я делся? Нет, ну мне не подходит. Ну что, ну пойми, что-то во мне протестует. Как бы я? Я. Понимаю, что, ну то есть... Так давай вытащим вот эту заразу и выкинем на свалку, которая протестует. Вытащим? Нет, зараза твоя, так что... Ну, да, да, постепенно. Зачем постепенно? Ну, потому что я как-то так действую, не знаю. Вот ты говоришь, что что-то протестует. Ну, вот у меня всегда так происходило, что у меня полностью исчерпываются как бы возможности вот той или иной заразы, а потом, когда, ну то есть, уже мы оба с этой заразой понимаем, что, ну, что, уже все, ты исчерпала себя. И она просто легко, непринужденно, без войны как бы уходит. Мне интересно. А? Мне интересно. Ну, почему? А мне так больше интересно. Ну, тогда получается, это трата времени, ведь можно сразу заразу определить. Хорошо, а время это... Заразу схватить и реквидировать. Время это только война Чернобога и Белобога. И по сути времени как такового нет. И да, и нет. Однако эта жизнь ограничена. И что? И то, что, допустим, все равно, как бы там Белобог с Чернобогом не воевал, вот ты живешь, 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 и, представь перед богами, ты получишь следующее воплощение в зависимости от этой жизни, а не от войны Белобога и Чернобога. Ну да, но и опять, ну то есть, все зависит от того, ну то есть, я могу успеть за одну жизнь сделать то, что я могу сделать за пять жизней. А почему бы не сделать то, что можно за пятьсот жизней? Так вот, почему? Какая разница? Если в конце концов, ну то есть, это время как бы не имеет значения. Есть разница. Нет. Есть колоссальная разница. Ну в чём? Вот, допустим, у тебя есть какие-то глюки за прошлое жизни, и есть какие-то наработки, допустим, за эту жизнь, как стандартный хрюшка за пять жизней нарабатывает. А какой? Что? Ну как стандартный хрюшка за пять жизней, допустим, нарабатывает. А ты это наработаешь за одну жизнь. Однако, у тебя же есть какие-то всё-таки минусы. Допустим, ты трупятину уже ел? Ел. А тот человек, который ел трупятину, ему, чтобы от этого избавиться, нужно исполнять этот канон на 150% как минимум. То есть, во-первых, и самому не есть ни в коем случае. А во-вторых, и ещё других людей делать вегетарианцами. Если ты вегетарианцами кого-то не сделаешь, значит, соответственно, все эти грехи будут на тебе. Дальше, осознание дурманивал. И, так сказать, здесь надо тоже. Поскольку ты одурманивал сознание, и поскольку твоё сознание является как капля океана единого сознания человечества, то ровно на тот процент, на который ты поодурманивал, ты должен, это не твоя свобода, а это твой долг именно конкретно человечеству отплатить какими-то высшими осознаниями. За каждый тот эпизод, когда ты глючил. Ну и так далее. Ну да, согласен. И, допустим, если ты это всё сделаешь за эту жизнь, то да, боги тебе дадут на следующую жизнь лучшее воплощение. Если не сделаешь, то могут дать худшее или вообще вниз отправиться. И, допустим, есть такая история, когда царь был привязан к своему любимому оленёнку, и из-за этой привязанности воплотился оленем на следующую жизнь. Есть другие ситуации, когда того или иного из богов Локи по чуть-чуть, по чуть-чуть там набирал какой-то негатив, группировал этот негатив и закидывал бога сначала в человека, позднее даже в животное, а потом вообще на пекельные планеты отправлял. И не все из богов оттуда вернулись. Один очень многих, вернее, не Один, а вот он очень многих своих недосчитался благодаря Локи. Поэтому кармические штуки — это такая отрасль, где хорошего много не бывает. А исходя из этого нужно развиваться с особой жестокостью, и нужно делать не только всё, что мы можем, а и всё, что мы не можем, и вообще всё, что только хоть можем представить. — Ну, в конце концов, это имеет значение. Если всё равно, то есть я откинусь и пойму, что этого даже и не происходило. — Так ещё надо откинуться. — Ну так в конце концов-то откинусь. — А куда спешить? Ну куда спешить? — Да никуда. Просто, во-первых, ты воплощён на этой земле, есть долги перед этой землёй. — Есть. Всё. — И их надо исполнить. Во-вторых, ну неужели тебе самому интересно с хрюшками возиться из жизни в жизнь? — Ааа, ну... — Так было не раз и может ещё повториться. Был червяком каждый из нас, и зверем, и рыбой, и птицей. Сейчас случай выпал редкий. Ну, то есть есть такой текст, где это указывается. И что, интересно, зверем, рыбой, птицей хрюкать. — Ну, там... — Что в этом интересного? — Ну, а что в этом неинтересного? То есть это тоже, как бы... — Это идиотизм, когда в духовном мире есть куча работы, а здесь делать то, что и так уже сделано, и то, что в конце концов не имеет высшего смысла. Поэтому веды призывают к апгрейду сознания. И нужно проводить постоянный апдейт и апгрейт всеми возможными способами. Удаление вирусов, там, и так далее. Выкидывание ненужных файлов. Там вчера эзотерик, к которому я приходил, решил теперь, что он будет молиться три раза в день. — Сценат Манкуравиум? — Да нет, по-своему. — А то что, православное, что ли? — Нет. Буддистка. — А до этого не хотел. — Так что так. — Спасибо. Спасибо.